Всем привет, мы продолжаем, с вами Артём, мы продолжаем играть в Бладборн, мы находимся в старом Ярнаме, и мы расправляемся с Карлами. Слышите, как он летит на тебя и орёт? Карл, 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 Карл. Мы здесь завалили в прошлой серии очень противного охотника, такого противного охотника, вот, у нас отсутствуют сейчас ртутные пули, у нас нет, у нас мало пузырьков крови, но, тем не менее, возможно, у нас получится пройти это место. Здесь сейчас будет достаточно неприятное место в часовне, но, по крайней мере, если мы его сможем классно с первого раза пройти, то у нас откроется офигительный шорткат. И будет у нас всё просто прекрасно до одурения. Так, здесь есть ребята, которые явно хотят умереть. Я думаю, мы... Стоп, стой, 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 что это я делаю? Просто тот чувак побольше, насколько я могу заметить. Иди сюда. Да блин! Ребят, ну вы издеваетесь. Тихо-тихо, я подумал, он прыгать собирается на меня. Это всё, ибо нефиг тут гнать на хорошего человека. Так. Ещё одно противоядие. Кстати, оно здесь может пригодиться, потому что, я напоминаю, здесь могут нехило травануть. Сейчас отсюда пойдёт толпа, ребят, поэтому готовьтесь. Сейчас отсюда придёт толпа. А теперь развернулись и валим отсюда нахрен. Потому что видите, чё? Минус. Вот, собственно, дальше не идём. Ждём, когда вся эта волна закончится. Сейчас оттуда всё, что снизу было, оно всё сейчас сюда придёт. Честно говоря, я удивлён, что я его не убил с первого удара. О, видите чё? Появился значок отравления. Мне кажется, нужно немножко один пузырёчек всё-таки выпить. Чё, всё, что ли? И где все? У вас должно быть больше. Иди сюда, парень. Давай, иди сюда. Ты у нас большой, чувак. Пээээл. Ну чё ты, чё ты, чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Так, а эти гады, похоже, снизу посильнее, чем те, которые были снаружи. Куда ты? Чё ты пятишься ты от меня? Куда ты пятишься? Готов. Есть ещё кто? Чё они там снизу делают? Чё творят вообще? Так, ещё два осколка кровавика. Замечательно. А тут нет прохода, оказывается, вообще. Так, кто на меня следующий пойдёт? Кто на меня следующий пойдёт, тот умрёт. Логично, не правда ли? Блин, а их тут целых три штуки. Давайте попробуем бэкстап сделать. Блин. Вот дерьмо. Так, давайте стоять здесь. Сейчас сами сюда придут. Уйё! Пф, я этого чувака даже не заметил. Так, у нас тут ещё одно знание безумца. Давайте сразу его заюзаем. Так, и два противоядия. Так, похоже, мы здесь всё зачистили, ребят. Да, похоже на то. Мы уничтожили здесь всё, что двигалось. Так. Так, ритуальная кровь. Она нам понадобится потом для лабиринта, насколько я помню. Ритуальная кровь. Материал, используемый в ритуале святой чаши. Один из основных ингредиентов для наполнения святой чаши – это несвёртывающаяся кровь. Когда всё растворится в крови, случится перерождение. Мы здесь, кстати, не закончили. У нас там сверху ещё проходик есть один, который стоит использовать. Кстати, вон там босс. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, Карл. Я уже весь красный. У меня костюм стал красным. Да я прям алукарт. Такс, забираем осколок кровавика. Сейчас мы откроем шорткат и сверху спрыгнем ещё в одну дополнительную небольшую локацию, в которой нам тоже стоит немножко побегать, чтобы на 100% зачистить местность. Кстати, слушайте, мы получили 6 пузырёчков крови. Ништяк. Очень даже неплохо. Итак, как видите, мы теперь открыли здесь замечательный, просто прекрасный шорткат. Здесь есть два места, в которые можно сходить. Во-первых, крыша церкви. Во-вторых, то, куда я сейчас иду. Вот сюда. Здесь есть проходик. Одно помещение, в котором можно что-нибудь найти полезное. Блин, увидел меня. Почуял меня. Сосранец. Блин, они там все идут ко мне. Давайте лучше на вход встанем, чтобы они это... А, там ещё быстренькие есть. Минус. Два минуса. Ну чё, кто-то ещё хочет увидеть? В действии мою пилу смерти. Ой, мой топор смерти. Я здесь. Давайте сюда. Да, определённо эти ребята слабее, чем те, которые внутри церкви. Тихо, назад, 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 назад. Так, пузырьки крови дали. Вообще прекрасно. О, сундук. Сундук с таинственными сокровищами. Так, у нас ещё один самоцвет, который можно будет вставить. Давайте сначала мы вставим наш топор вот в этого врага. Как ты... Ты чё? Ты чё, чувак? Ой, сейчас это могла быть роковая ошибка! Ой, ядрёные одуванчики. Блин, так, всё спокойно. Так, у нас появилось ружьё штык. Мне показалось, или я там видел лестницу? Нет, слушайте, показалось. Так. Ой-ёй. А так, ружьё штык. Хитрое оружие, изготовленное еретиками мастерской пороховыми бочонками. Прототип, служащий простым огнестрелем, оружием и копьём. Возможно, созданный как имитация утерянного оружия Кейнхёрста. Ничем особо не примечательно, однако это единственное хитрое оружие со встроенным пистолетом! А я думал, я вас тут уже всех успокоил. Оказалось, что не всех. Я тут стою, понимаете ли, разбираюсь с оружием, а он тут приходит и бьёт меня. Вообще. Так. Так-тарат-так-так-так-так. Красная луна висит низко, а чудовища правят улицами. Разве у нас нет нового выбора, кроме как сжечь всё дотла? Так, стоп. Сначала ты. Во! Вот это весьма-весьма неплохо. То, что мы нашли вот сейчас вот этот сет. Одеяние обугленного охотника. Один из основных предметов охотничьей одежды, изготовленный в мастерской. Результат нашествия чудовища на Старый Ярном, закончившееся огненным очищением города. Пропитка плаща хорошо защищает от огня. Владельцы этого одеяния выследили жертв нашествия, которые выжили среди пламени и запаха сгоревшей церкви. Перчатки обугленного охотника и штаны обугленного охотника. Давайте глянем по физической защите. Может, оно покруче будет? Ну, нет. Пока что меня интересует моя физическая защита, поэтому всё окей. Куда ты прыгнул? Зачем ты это сделал? Так, отлично. Я восстановил себя. Это хорошо. А, я здесь уже убил того, кто... Нет, не убил. Смотри-ка, чё. А он тут гулял, оказывается. А я его и не заметил. Так, хорошо. Здесь мы всё осмотрели. Обугленного охотника мы нашли. Против каких-нибудь огненных боссов будет самое то. Теперь давайте в церковь. У нас там под потолком находится огромное количество всяких интересностей. Я думаю, их стоит пособирать. Только тут самое главное не рухнуть. Если не рухнем, то всё будет прекрасно. Па-па-па-пам, па-па-пам. Па-па-па-пам, па-па-пам. Ещё одно знание безумца. Сейчас обезумию. Сейчас стану безумным. Не видишь это. Упаду. Так, главное здесь не упасть. Вот реально, если я сейчас упаду, это будет вообще охренеть как плохо. Тихо-тихо-тихо-тихо, не пугай меня так. Спокойно. Так, вот здесь надо бы спуститься нормально. Вот так. Отлично. Два как-то... Четыре даже, по-моему, коктейля Молотова мы здесь собрали. Так. А чё там? А, это свечка просто горит. Так, здесь надо бы перепрыгнуть по-быстрому. Вот так, о, отлично получилось с первого раза. Окровавленная повязка посланника. Аксессуар, обожаемый наивными посланниками, которые имитируют повязки жертв бедствия, не имея представления об их значении. Брызги крови производят довольно приятное впечатление. Обитатели пня, кажется, интересуют украшения. А почему бы не позволить им быть счастливыми и наслаждаться, как дети? Вот. Снизу вроде бы... А я не помню, а было ли чё-то снизу. Но в любом случае нам, кстати, лучше здесь прыгнуть. Потому что дальше там всё тяжелее будет. Блин. Мимо балки. Приземлился, ну да фиг с ним. Ну да фиг с ним. Так. Здесь шорткат у нас открыт. Теперь нам нужно открыть ещё один. Собственно, нам нужно пройти теперь дальше. В этот раз я попробую завалить вот эту нашу. Стой, 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 стой. О, отлично, отлично. Вообще прекрасно. Вот теперь зашибись. Главное, что я успел завалить их. Вот так вот. Отлично сработано, господа. Леди и джентльмены, мы прекрасно сделали. Мы прекрасно всё сделали. Так. Три осколка кровавика. Три осколка кровавика. А-а-а. Два осколка кровавика. А-а-а. Так. Здесь у нас смесь едкой крови. Она на кровоглоте нехило поможет. Лучше ты один сюда иди. Иди сюда один. Чёрт, я не хочу с ними двумя сражаться. Это может вызвать кучу проблем. Да, блин. Найте камнем по морде. Сюда иди. Готов. Два осколка кровавика. Ха-а-а. Так. Ещё один осколок кровавика. Давайте вон туда просто сбегаем. Там тут, в принципе, ничего особенного, но всё равно вон там одна плюшка валяется для нас. Сколок кровавика. Открывается с другой стороны. Ну, сюда мы пока не пройдём. Там впереди... Ох, как я весь покрыт кровью. С ума сойти. Там ещё один босяра. Но до него мы ещё не скоро доберёмся. Слава богу, что не скоро доберёмся. Я ненавижу этого босса. Пёс. Мерзость какая. Да, псов здесь хватает. Видите, наверху сидит скотина. Смогу в него... Короче, он спрыгнет, как только я заберу вот это. Да. Иди сюда. Так, ещё один осколок кровавика. Сгусток крови чудовища. Большие таблетки и свернувшиеся крови ужасных чёрных чудовищ. Примите, чтобы получить заряд чудовищной ярости. Разрывание плоти врагов и дождь из их крови усиливает состояние озверения. А также питает силу и чувство эйфории. Фишка в том, что вот эта вещь, она офигительно против боссов. То есть, ту же Эбраитас удавалось убить буквально там меньше, чем за минуту. Потому что, чем больше ты бьёшь с вот этой таблеткой, тем сильнее ты наносишь урону. Он каждый раз умножается. И это офигительно. Тихо, тихо, тихо. Ах ты охреневшая кусок собачатинки. Тихо, тихо, куда? Куда? А вот, собственно, и тот самый замечательный шорткат, про который я говорил. Мы сейчас с вами в сон охотника пойдём. Мы сейчас пойдём в сон охотника, потому что пора прокачиваться. Оружие прокачивать, себя прокачивать. Так, осколок кровавика, кровавый самоцвет укола. Вот мне нравится, вот мне интересует, что они из себя представляют. Потому что вот мы его и открыли. Только наверху ещё кое-что есть. Ещё одна огненная бумага. Против босса это будет самое то. Итак, всё, ребят, давайте возвращаться обратно к фонарю. Нам нужно... И всё время хочу сказать, давайте вернёмся к костру. Всё-таки то, что это в некоторой степени часть игры Souls. Часть игры в духе Souls, она вот не отпускает. Всё время хочется называть отголоски крови душами. Всё время хочется называть фонари кострами. Нам пора и оружие прокачать, и героя прокачать. Да я думаю... Взять снова с собой огромное количество ртутных пуль, почему бы и нет. Так что это нам нехило сейчас поможет. Так, давайте сразу используем кровавую росу, которая у нас есть. У нас её много накопилось. Вот, вот замечательно. Вот, и давайте пойдём. Кукла заснула. Так, давайте займёмся, значит, вот этим делом. Я не могу, значит, прокачать свою секиру. Ну и ладно, зато прокачали пистолет. Так, починимся сейчас. И усовершенствуем себя. Вот это вот есть плюс 29. Плюс 30 есть. Плюс 30 давайте. Вот, и в пистолет мы можем ставить плюс 3 кровавая атака. Самоцвет оттенка крови. Замечательно. Так. Ещё, ещё. Здесь у торговцев должно было что-то новое появиться. Возможно. Ну-ка. Коктейль Молотова на верёвке. Зажигательный, зажигательный коктейль Молотова, который бросают назад. По сравнению с обычным коктейлем Молотова, даёт больше пространства для манёвра и может застать врагов врасплох. Когда трагедия обрушилась на Старый Ярном, огонь стал основой охоты на чудовищ. Так как считается, что он очищает. Отдельные виды чудовищ смертельно боятся пламени. В целом, больше ничего интересного они, похоже, не продают. Ну, вроде как появилась... Ружьё-штык появилось, вот забиватель кольев ещё появился. Хитрое оружие, изготовленное еретиками мастерской пороховыми бочонками. Любимое оружие бывшего охотника Джуры. Забиватель кольев необычайно сложной конструкции. С его помощью можно яростно вгонять кольев вплоть врагов. Забиватель кольев позволяет наносить тяжелейшие раны, однако он не просто в обращении, а его владелец уязвим. Но это не должно волновать простого порохового бочонка. Ну вот, больше здесь, в принципе, ничего такого нет. Да, ничего здесь интересного нет. Давайте разбудим куклу и прокачаем себя. А, добро пожаловать домой, добрый охотник. Я, кажется, задремала. Чего ты желаешь? Такс. Всё отлично. Погнали в Старый Ярном. И мы с вами направляемся к боссу. Я не знаю, успеем ли мы завалить босса до конца сегодняшней серии. Но попробуем, попробуем. Ну, не сегодняшней, а этой серии, я имею в виду. Потому что я сейчас выкладываю видео по мере их записи. То есть я записал, смонтировал, сразу выложил, открыл. Я сейчас именно таким образом все видео выкладываю. В принципе, тут до босса недалеко. Возможно, и успеем его завалить. Хотя не факт. Вот вообще не факт. Всё, погнали вниз. По крайней мере, я поменял самоцветы. Теперь у меня более сильный урон будет. Давайте попробуем забэкстебить. Ну, вот так вот. Вот так вот. Блин. Тоже ведь мог его забэкстебить, в принципе. Блин, ты чё? Чё ж ты творишь-то? Так. Осколок кровавика, ещё один. Да куда мне их столько? Давайте мне одинаковые осколки уже. Их слишком много. Этих осколков кровавика. Ой, отвлёкся на телефон. Пардоните. Завален. Изничтожим просто. Так. Мне не нравится, как орёт этот парень. Так, ещё одно противоядие. Замечательно. О, ништяк. Ртутные пули, 10 штук. Офигительно. Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Ты от меня не уйдёшь никуда. Три осколка кровавика. Куда мне эти осколки? В принципе, для новой игры плюс они потом сгодятся. В новой игре плюс они потом могут пригодиться для прокачки какого-нибудь более крутого оружия. Например, Людвига. Так, ребят, мы пришли к боссу. Я, наверное, всё-таки его в сегодняшнюю серию запихну. Но я один на босса не пойду. Хоть убейте, но я на него в одиночку не попрусь. Я слишком боюсь этого босса. Он меня в своё время очень много боли вызывал. Поэтому я лучше позову на помощь Альфреда. А там ещё где-то должен быть один. А, вот он. Блин, подожди, подожди, подожди. Чё ты делаешь, Альфред? Я его забэкстебить хотел. Не та сторона оказалась. Ну ладно. Готов. Лишние отголоски не бывают лишними. Так, перед тем, как мы к нему пойдём, мне нужно разобраться с моими слотами. Значит так. Первое, что я буду делать. Я буду кидать смесь едкой крови. Я буду жрать сгусток крови чудовища. Потом я буду наносить огонь на свой клинок. И мне нехило может пригодиться противоядие. Так, и здесь я сделаю склейку, чтобы бой вдруг внезапно не прервался. Итак, мы погнали. Погнали, ребят. Босс. Босяра. Босюн. Так. Где он? Где он? Где он? Где он? Я его не вижу. Что? Где он? Где он? Где! Где он? Где он? Где он? Не-не-не, стой, стой, стой. Иди сюда. Так, нужно восстановить выносливость свою получше. Чё, не бьётся? Чё за фигня? Тихо-тихо, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где-где-где? Вот оно, противоядие. Да, отойди ты. Всё, завалим его. Завалим его, ребята. Отлично. Фух, мы получили чашу Птумеру. Вот, всё, ребята, босс готов. Давайте прочитаем описание чаши Птумеру. Ритуальная чаша, найденная в церкви Доброй Чаши. Используйте для ритуала на алтаре во сне охотника, чтобы взломать печать старого подземного лабиринта. Пусть чаша укажет гробницу богов, пусть кровь послужит охотнику пищей и примет он причащение. Хочу сразу сказать, Птумерианские лабиринты я пойду ближе к концу игры, даже после DLC. А может быть до DLC, пока точно не скажу. Противоядие мы взяли, отлично. Ну чё, ребят, всех поздравляю с победой. Ура! Мы это сделали. Давайте камешки вернём, чтобы мне было спокойнее. Вот камешки. Да, вернутся в сон охотника. Ну что ж, друзья, давайте мы, собственно, здесь и закончим. Если вам понравилась серия, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitch-канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии, зовите друзей. С вами был Артём, всем всего хорошего, пока!